Всем привет, дорогие друзья! Пришла сейчас к индюшатам. Хочу у них здесь все вычистить, потому что сыро уже стало. Вроде прошло 4 дня, а уже постилка вся сырая. Вот почему мне больше нравятся опилки, чем солома. Сейчас вам покажу. Вот они, индюшаты стали такие уже очень большие. Ну и гадят, конечно, тоже очень много уже. Высыпала им здесь два меска полных соломы. И вот такая вот тут уже сырость. Ну-ка, не щипайтесь. Принесла им вот ракушку, хочу насыпать. Они едят очень хорошо. Покупала мелкую. Она идет, по-моему, с добавлением песка. Понемногу им даю. Вот такая вот фракция. Так, ну-ка влезай. Также песок им ставлю. Они тоже его очень хорошо едят. Полтоза за раз съедают прям. Так, ну, ракушка здесь написана для оптимизации и обогащения рациона различных видов домашних животных. Так. Вот здесь вот замедление роста, ослабление иммунитета, угнететенное состояние, ослабление скорлупы. Ну, это, в общем, здесь для всей птицы, для гусей, для уток, для индюков. Хорошо можно давать. Так, вот здесь написано. Так, прекрасно сочетается с углеводистой пищей, расщепляя на макро- и микроэлементы, снабжая организм аминокислотами, недостающими фосфором и калицием. Ну, в общем, едят, они ее хорошо уже рассыпали, смотрю. Сейчас, в общем, здесь все вычищу у них. Постилю сухой соломки. Да, малыши? Ну, малыши, иди маленький. О, какой ты маленький, большой какой индюк. Да, у меня здесь, в общем, два вида индюшат. Что ты меня клюешь? Что ты меня клюешь? Ну, здесь у меня Биг-6 индюшата и Грейдмейкер. Ну, я так думаю, Биг-6, они покрупнее порода, их сразу видно. Вот Биг-6, вот Биг-6, вот ходят. А Грейды, они такие, поменьше немного. Ну, у них максимальный вес, я читала, достигает, по-моему, 25-28 кг. Ну, это самый такой большой. Ну, а обычно там 20-22, вот так. А у Бигов он как-то побольше. Ну, и они заметно, видно, что они прям такие крупные. Ну, говорят, что еще у Бигов пятнышко есть на груди черное. Ну, я пока его не вижу. Ладно, индюшата растут, гадят много. Чистить нужно часто. Вот приходится. Почему? Солому убираю. Не нравится она мне вообще. Завтра съездим, попробуем, Саша, если получится. Привезем опилку. И уже засыплю здесь опилкой. Во-первых, они в опилке будут укупаться. Ну, и как-то она по суше. В опилках раз и впиталась. Все. Пришел, убрал, где все слежалось. Лишнее остальное все можно разворошить. И дальше лежит. А солома, она вон, как слежалась, так и слежалась. Ну, что ты, малыш, смотришь? А? Большой индюк такой стал. Большой. Да? Ты большой? А какие у них лапища-то огромные. Прям огромные. Тяжелые такие остальные. Ну, и их еще я не взвешивала. Взвешиваю уже в два месяца. Через три дня им будет уже два месяца. Посмотрим, какого веса они достигли. Но растут они прям быстро. Корм у них уже заканчивается. Еще мешок вот недавно покупали. Нужно будет ехать. Может, завтра так же заедем. Купим им еще корму. Берем пока по мешку. Чтобы с запасом не брать. Там посмотрим. Просто как-то взяли. Но он не пошел. Поэтому, чтобы сразу много не набирать. Берем помаленьку. Потому что корм раз на раз не приходится. Небольшими партиями тоже брать. Лучше не брать. Ну, все. Пока приступают к кисточке. Шила поменяла им подстилочку. Сходили с дочерью, нарвали травы. Пусть теперь едят. Водичками поставила. Наверное, туда капнула МАСД-2. Травку прям с аппетитом едят. Ну, теперь сухо, хорошо. Растут прям очень быстро. Ладно, идем пока заниматься огородом. Ну, это пока они, Алина, отвлеклись, да? Вот так клюются только так. Так, пришли заниматься грядками. В общем, здесь тоже все позатянуло, позаросло. Такой вот уже шпинат вырос. Салатик тоже хороший. Базилик тоже начал новые семянки прорастать. Сейчас, в общем, прополем все вот эти грядочки. И займемся клубникой. Я вчера там вечером прорвала все вдоль малины, смородины, возле сливы. Всю траву убрала. Осталось теперь грядочки с клубнички прополоть. Ну, а пока занимаемся здесь. Пока земелька, скажем, еще сырая, травка будет выдергиваться хорошо. Ну, и пока следующие дожди не пошли, нужно прополоть. Иначе трава быстро пойдет в рост. Ну, все, пока занимаемся прополкой. Пропололи сейчас дочерью все грядочки. Морковочка прям хорошо так посходила. В этом году взошла лучше, чем в прошлом году. Где-то прям пучками, где-то прям... Ну, есть небольшие такие залысинки. Но, смотрю, она еще местами только лезет. В общем, грядочки допололи. Сейчас занимаюсь клубничкой. То, что у нас сегодня весь день, можно сказать, шел дождь. Вот только под вечер успокоилась погода. Сыра, грязно. Ну, и пока земля влажная, решила здесь прополоть дорожечки сразу клубничку. Так, корешки хорошо уже выдергиваются. А если посухой, то их вообще невозможно выдернуть. Ну, пока земля влажная, буду ее выдергивать. Ну, и по ходу тут тоже еще. Где цветочки смотрю, где ягодок нет. Черные, которые цветочки у меня померзли. Вот такие вот. Пропустил один. Я их сразу удаляю, чтобы они силы не отбирали. Уже у тех, которые будут с ягодками. И росли дальше. Ну, вот потихоньку пока полю. Кстати, после добавления в гряды с клубничкой, добавляла я сюда, посыпала компост. Перегной, вернее, вот там у нас лежит перегной. Мы его... Там вся у нас ботва. Вся от морковки, от картофеля, от помидор. Все у нас там лежит, в общем, зиму. И весной мы потом все это убираем. Весной складываем. И следующей весной потом будем вытаскивать. Ну, вот я перемешала и сюда подсыпала вместе с перегноем куриным. И прям такие заметно хорошие кустики пошли расти. Это вот у меня Азия растет. Такие прям огромные листья у нее. Ну, они такие более светлые. Не пойму почему. Нужно что-то ей добавить. Надо почитать, почему у клубнички светлые листики. Что-то, в общем, не хватает. Что они такие светленькие. Ну, сейчас дополю уже, а потом уже займусь. Еще попробую удобрить. Пока у нас сейчас через день дождик идет. Ну, и по возможности хочу успеть дополоть это все. Там вот тоже, как прорывало, по новой мелкая трава полезу. Вот как раз дополю клубничку и уже там прополю всю мелкую травку. Вот здесь у меня посадила я, как его называют-то забыла, ревень. Тоже вроде поначалу что-то чах, чах. А сейчас смотрю, начал подниматься. Кисточки у него прям так хорошо приподнялись. Цветы вот эти вот, которые, вот эти они прям сначала поникли, а теперь пошли вверх. Там у меня и яблони, и сливы сидят, в общем, все походу растет. Вот там еще у меня яблонька возле смородины выросла. Здесь смородина молоденькая выросла с косточек. Ну, в общем, растет. И вот здесь вот еще земляничка у меня молоденькая наросла. Посмотрим, будет свистеть, не будет. Ну, пусть растет, не стала ее вырывать. Раз растет, пусть растет. Ну, все, пока занимаюсь уже прополкой. А дуванчики прям вон прут. Вот по максимуму, пока они по новой не начали цвести, хочу все поудалить их здесь. Еще, кстати, вот клубничка у меня начала наращивать усы. Листик дырявый весь. Вот я уже пооборвала. Такие вот усики. Пробовала, экспериментировала. Пару лет не обрывала. Хотела посмотреть, какой будет результат. Но урожай, конечно, был намного хуже, чем без усов. И поэтому в этом году решила сразу оборвать все усы. Пока вот пропалываю. Ну, и потом, уже когда ягода отойдет, уже оставлю усы. Если нужно будет, розеточки, чтобы наросли. Сколько нужно. И они наростят розеточки хорошие. И потом уже конкретно буду все удалять. Вот тут тоже хорошо видно. Вон они какие. Уже большенькие усики. Тоже нужно, чтобы ягодки были, тоже нужно все удалять. Просто думала, если не удалять... Хотела посмотреть, какой будет результат. Если не удалять, ну, результат заметно хуже. Поэтому теперь удаляю пока все. Закончила пока прополку. Тут что-то слишком много насекомых полетело. Вышел с собаками погулять. А то прям уже изъезжали. С утра не ходили, дождь был. Ну, хоть час побегает, поиграют. Саша тут решил покосить траву по пути. Ну, и плюс мульчу мне нужно на тепличку. Замульчировать перцы, поптоматы. Потому что земля уже сохнет. Так как перчики уже принялись, можно уже мульчировать. Ну, завтра уже и займусь мульчированием. Ребятишки мне сейчас соберут траву здесь. Свозят туда, к тепличке. Ну, а я завтра замульчирую уже. Альма, Джесси, пойдем гулять. Пойдем, мои хорошие. Коров уже угнали. Хоть немного побегает. Развеется. А то уже соскучились и скулились. Ребятишки пошли. Нашли грабли? Взяли бы другие грабли, красные, сына. Ну, берите ими, удобнее собирать. А, Ярик забрал уже. Ну, а сейчас. Смотри, скользко. Быстро соберут сейчас траву. Ну, а завтра я уже все замульчирую. На улице хорошо, а так ветра нету. А то с утра прям такой дождь сильный был. Ну, а сейчас прям замечательная погодка. Вот так, друзья, и проходят наши будни в деревне. Постепенно все растет. Трава тоже растет. Приходится постоянно полоть. Завтра, если будет погода, так поедем еще на второй участок. Там тоже нужно уже заняться прополкой. Тоже все заросло. Ну, и картофель нужно окучить. Саша хотел сегодня второй раз дома еще окучить. Но дождь, думали, вчера немного подсохнет. Но земля к вечеру тоже была сырая. Ну, а сегодня снова пошел дождь. Посмотрим завтра, съездим, как там будет. Если будет нормально, так там и гребем. Ну, комаров прям после дождя кучи. Ну, все, друзья, всем желаем вам отличного вечера. И до новых встреч. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok